Доброе утро всем. Кто-то постарался в подъезде и помыл все полны с хлоркой. Причем все этажи. Привезла собачкам поесть еду. Вот, потому что здесь я уже не хожу. А собачка-то, я им каши наварила, там лежит одна собачка. Сейчас пока такая полупает. Жалко мне их так. Вон собачки, видите? Иди покушай, смотри, что я тебе там принесла. Ой, там их три. Надо как-то разделить. Жалко так их будет. Сейчас я вот разделила на две. Будет кушать. Не особо голодный, видите? Кушай, кушай, я поехала. Они вот там загорают. Есть. Вот куда я держала путь. Помните эти места? Такие родные. Я так по ним скучаю. По этим улицам. Буквально неделя какая-то прошла. А я уже так хочу на работу. Честное слово. Вот тебе, пожалуйста. Зачем я сюда приехала? Ведь нельзя. Нельзя-то нельзя. Я все это понимаю, но я не могу оставить, как сказать, мою работу, мое детище без присмотра. А вдруг тут пожар. Не дай бог. Или вода. Сейчас, во-первых, здесь еще проветривать надо. Очень большая влажность. Иначе здесь все отвалится. Вот. Я проехала. Даже если бы я захотела работать, мне бы не получилось, потому что все равно никто не придет. Но я уже много времени. А надо, знаете, что... Еще усики. Усики уберу. Свет надо включить. Раз уж на то пошло, бочонок я возьму с собой. В общем, у кого свое дело, тот знает, что без присмотра оставлять ничего нельзя. Я решила, что хотя бы раз в неделю буду сюда приезжать на 5 минут. Ну, посмотреть, все ли в порядке. Не залез ли кто-нибудь. Потому что сейчас знают, что все сидят дома. А я-то не сижу дома. Полотенце собрать у меня там высохли. Ну и вообще проверить. Вроде бы все в порядке, все нормально. Слава богу. Так, вот на улице хорошо. Вообще, мне уже этот вирус не напрягает, как сам. Мне напрягает то, что... Вот мне, например, вчера уже, или даже позавчера, или два дня назад уже не помню, хозяин прислал... Я же в аренду снимаю. Прислал счет за воду, за свет. Все это надо платить. Если я не работаю с какого хера, правильно? Я говорила, у меня есть всегда на черный день. Государство вроде что думает и будет помогать всем, кроме частных предпринимателей. Я не поняла. Вроде бы как и частным предпринимателям, таким маленьким, как я, тоже какая-то помощь будет. Но это все, мне кажется, фигня. Потому что они всегда так говорили. Мы поможем и поможем. А на самом деле никто никому не помогает. Они, может быть, сделают, знаете, налоги платить меньше. Да. Может быть, их и будешь меньше платить. Потому что ни хрена не работаешь. Какого хера налоги будешь платить? Или они, знаете, что говорят. Заплатите все, там, я не знаю, у кого ипотеки, счета, счета там. А про аренду договаривайтесь с своими арендодателями, что вы заплатите в следующем месяце. Если я скажу своему арендодателю, что я ему в этом месяце не заплачу, а он у меня, честно, он действительно такой, немного того, он там будет мне ныть и мне легче заплатить. В общем, меня пугает вся ситуация после. Что будет потом? Опять, не пугает, да и истерики, как некоторые думают, что там я паникую или еще что-то. Я не истерю. Я всегда смотрю трезво. Выше головы не прыгнешь. Это я о том, что сколько ты ни истерии, сколько ты ни рви на голове волосы, ничего не изменится. Поэтому нужно всегда взять себя в руки и подумать, что ты можешь сделать в этой ситуации. На данный момент я ничего не могу сделать, потому что от меня вообще ни хрена, ничего не зависит. Поэтому я не рву на себе волосы. Они у меня и так замечательные. Не истерю. Я просто думаю о своем будущем. Как и что и почему. Вот. Посмотришь некоторых блогеров, то там и истерики, там и пипец всему. Вы знаете еще что? Я три недели или четыре назад мне уже надоедала эта работа. Одно и то же эти клиенты. Спустя пять дней я по ним так скучаю. И думаю, где же вы? Как вы? Мы переписываемся по WhatsApp. Спрашиваю, как у них дела. Сейчас же по WhatsApp вообще все общаются только по нему. Вот. И в общем все нормально, все здоровы. Все у них хорошо. На что я очень рада. Ну и так мы в курсе событий, что потом я их буду ждать всех с распростертыми объятиями. Вот. Целоваться, наверное, еще долго будет нельзя. Ну мы вот так вот, как там, локтями поздороваемся. В общем, вот так вот. Вот смотрите, что тут творится. Видите, за неделю? Тут у меня трындец, какая грязюка. Вот сейчас все это подмету, все уберу. Вот. Пробздюсь. Накормила собак. Так мне их жалко. Ну ладно. Они, видите, какие заразы. Не хотели есть. Видимо, кто-то еще им носит еду. Вот. Удалю усики и это воск заберу с собой домой. Чтобы там, блин, я уже вам на 5 минут наболтала. В общем, да. Вот так вот. Вышла на работу. У нас там магазинчик маленький, открытый. Продуктовый. Можно пить. Я без усов теперь. Она такая увидела. Я говорю, ты что здесь делаешь? Я говорю, так развеется. Потом я такая говорю, и усы выдернуть. Она засмехалась. Ой, не могу. И смех, и грех вообще. Сейчас поеду в Лидл. В Лидл поеду в этот. Здешний. Может быть, там народу меньше. Посмотрим. Наш город все-таки побольше, чем этот. И потом мне нужно еще газ купить. В общем, да. А самое интересное, я забыла телефон дома. А в телефоне весь список. Но у меня хорошая фотографическая память. Поэтому я помню, что я написала. Не гавкай ты. Вот. То есть я помню, как это выглядит на картинке. Ну, кто-то у кого-то фотографическая память знает. Так что вот так вот. Была я минут 10 на работе. Если можно так сказать. Не, побольше. Пока подняла. Пока полотенце сложила. Так, теперь вот газ купить. И в Лидл. Телефон забыла. Поэтому снимать я, наверное, не буду в Лидле. Просто расскажу, что, почем и как. Кстати, у нас ресторан. Ну, рестораны все у нас с этого дня. Уже даже отели все закрыто. Но женщина вот тоже. Хозяйка из ресторана. Она там была. Мы не можем оставить свои, как говорится, детище. Просто так закрыл и ушел. Как? А вдруг вода прорвалась? А вдруг я ни хрена узнаю. Залез кто-то. Вот. А еще, знаете, у нас еду. Вот в ресторанах же закрыли. Просто взяли с одного дня на другой. И еда же портится вся. В общем, люди, у кого рестораны, бары. Они эту еду всю раздают нуждающимся. Прям пишут объявления. Еще у нас отели. Тоже переделали. Работают. Как говорится. Делают дорогу, ремонтируют. Еще у нас это. Что хотел сказать-то. Отели предлагают такие услуги, что их переделывают в больницы. То есть люди, которые не заболели этим вирусом, но не особо так, они тяжелые, скажем так, их кладут в эти отели. Вот. И там их уже долечивают. Потому что мест в больницах нет. Проблема-то, я еще раз повторяю, что проблема не в том, что там вирус, там тяжелый грипп, все такое. Проблема в том, что нет коек, нет медицинских препаратов. Потому что очень много людей, у нас сегодня уже почти 19 тысяч людей заражены. Вы представляете? И все это растет, несмотря на кризис, ой, на карантин. Вирус растет. С каждым днем 1500 человек заражены. Если не больше. И мест просто в больницах нет. Лечить некому. Вот в чем проблема. А не то, что там он серьезный или несерьезный, он там типа гриппа. Если бы от гриба столько людей заболело, тоже смертность была бы большая, потому что некому лечить этот вирус. Вот так вот. Видите, пустые дороги. Хотя машины ездят. Вот, люди все чаще встречаются, почти все в масках. Я вчера услышала, что и перчатки, и они не помогают. В общем, хрен его знает. Противогаз. Я уже, знаете, что думала? Противогаз где-нибудь найти. И одеть. И ходить в противогазе. Ой, блин. И смех, и грех. А что делать? Туалетные бумаги. До хрена. Все есть. Заставили перчатки надеть. Гигиенические салфетки там всякие без света. Я все набрала. Абсолютно все есть. Вот прям все. Так что, нет, видите, нет людей много. Все нормально. Все купила. Кстати, я вам сказала, подъезд с хлоркой тут помыл. У нас подъезды моют по вторника. Поэтому мне удивительно, что кто-то с хлоркой помыл. Потому что сегодня не день мыть эти подъезды. Их в автору кто-то помыл. Это кто-то из жителей соседей, по-моему. Все полы с хлоркой. В общем, у меня дома-то и хорошее. Сейчас набралось всего. Ну пой, птичка, не стыдись. Не хочешь? У меня с 6 утра поет. Опять так устрач. Ой, птичка, не стыдись. Водечку ему сменила вчера. Смотрите, палочку почти все сожрала. Маленький мой. И вот эту вообще прям, она ему очень нравится. Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Да. Ну что, давайте проверим. Так уж гениальна моя фотографическая память. Вот мой список. Так, вам не видно. Крабовые палочки, майонез, хлеб. Хлеб на тосты. Яйца, сыр. Дождик капает. Так, крабовые палочки. Крабовые палочки. Есть. Майонез. Есть. Хлеб мне. К сожалению, моего хлеба не было. Но я купила вот такой с семечками. Мне кажется, он будет. И резалка, которой я режу хлеб, была закрыта. Логично. Поэтому. А еще, вы знаете, при входе, постоянно меня как видят. У нас в Соловрине, где я работаю, больше иностранцев, чем у нас. Наш город вообще не туристический. Поэтому здесь очень мало иностранцев и туристов. А там побольше. И он мне говорит такой на английском, что-то там. Та-та-та-ты. Я такая на него смотрю. Он опять мне т-та-ты. Я говорю, что? Он такой, перчатки надень. Я говорю, ааа, ладно. Я его не могу. Так. Хлеб мне. Хлеб на тосты. Есть. Яйца. Яйца у меня есть, но яиц много не бывает. Есть. И сыр. Есть. Все. Видите? Память меня не подвела. Но кроме этого я купила курицу. Вот такая. Нам очень нравится в Лидоле. Самая вкусная курица. Это гриль. Очень вкусная. Всем советую. Баклажанчики и пару. И парочку этих. Ну, вы поняли. А, еще взяла яблочное пюре. Мне очень нравится яблочное пюре. Прям ням-ням-ням. И кукурузу. По дороге вспомнила, что... Я просто шла и вспоминала, с чего состоит салат крабовый. Состоял он из кукурузы. Тоже купила. Ну, и хлеб мужу. Вот такой взяла. Есть заморозки. Но зачем же сказать заморозки, если уж я в магазине и можно купить такое. Кстати, очень удобная вот эта штука. Прям вообще суперская. Не надо трогать никакие чужие другие. Эти тележки никакие. В общем, я, знаете, раньше у нас работало две кассы, три кассы. И стояла такая огромная очередь. Народа было много. Сейчас открыто четыре кассы, чтобы народ не стоял друг за трушкой. Очень все удобно. Подходишь. Я вообще ни с кем не... Не вот так вот близко на метр. Вообще никому не подошла. Несмотря на то, что была в магазине. Даже этот, когда купила, покупать поехала газ. Я ему оставила деньги на это. Я говорю, вон, возьми, чтобы на мне это не контактировать. Он засмеялся, взял деньги, поставил мне бутылку газа. И все нормально. Телевизор, конечно, там паникуют. Там, если слушать телевизор, можно с ума отойти. Потому что там постоянно что-то говорят, и говорят, и говорят. Я его особо не слушаю. Я буду его слушать, когда будут говорить. Все, этих зараженных становится, с каждым днем все меньше и меньше. Вот тогда я буду слушать. А пока нафиг надо. Вот, Чарль уже в туалет сходил наверх, да? Ты сходил, пописали или пока? Сейчас мама пойдет и берет. Я его вчера искупала. Вы заметили, что он такой лохматый? Смотрите, какой лохматый. Что-то он мне показался грязным, и я его искупала. Да, видите, он после купался. Как искупается, такой всегда лохматый. И моя радость, да? Муж в душе. Вон и процедуры у него. У нас дискотека, а я вся сырая. Я занималась полчаса. Жарко как. Виртуально. Сейчас пойду кушать, готовить. У меня есть щи на сегодня. Вот. А мужу приготовлю гамбургер. Гамбургер. Кстати, музыку они только что включили, и целый день она не играет. Боже, я вся сырая. Оказывается, дома тоже можно энергично заниматься. Фу. В общем, да. Гамбургер мы сделаем. Сейчас пойду спрашиваю, что картошку пожарить, что ли? Или что? Чарли подстригла хвост. Мы сейчас гулять хотим. И чтобы он у него хвост не волочился. Сейчас он ему не покажет. Чтобы не собирал всякие микробы, я ему хвост подстригла. То длинный был. А теперь, конечно же, что у меня там на голове? Надо ему поднимать дать. За то, что он стойко выдержал. Больта. Больта. Сид. Сид. Не-не-не. В общем, там заехал друг мужа с работы. Они работают. Он занимается, в общем, развозит по магазинам, по всем ресторанам чистящие средства. Смотрите, сколько он нам всего припер. Дефицитная туалетная бумага. Ай, вода. Вот такая бумага. Говорит, чтобы все мыть. Это хлорка. Это, даже не знаю, что это такое. Что это такое? Это профессиональный какой-то. Чистящее средство одно. Чистящее средство другое. Это тоже для... С этой, как ее называется. А, это, в общем, еды, смотрите. Даже... Остапотата. Не домой. В общем, не домой даже. Чечевица, сахар, мука, рис. Он что, видимо еще? И пиво. Сервеса. Я все говорю, что я пиво не покупаю. Мужу, он нам припер пиво. Это нут. Масло. И уксус. Прикиньте, вообще. Мы его не просили. Он просто взял и привез. Говорит, ситуация сложная в стране, поэтому меньше выходить из дома. Прикол. Ой, ну не могу вообще. Гуманитарная помощь. Кстати, чтобы вы могли подумать, это все бесплатно. Это за это деньги. Он просто... Просто позвонил и сказал, спускайтесь, я вам привез. Кое-что. Вообще, он звонит каждый день. И смеются они постоянно, что в магазин же я хожу. Почему я хожу? Потому что я не могу дома сидеть долго. И в общем, мы так решили, что муж сидит дома, а я все остальное делаю. С Чарли гуляю, в магазин хожу. И вот он смеется, что я ему пиво не покупаю. Я говорю, вон сок апельсиновый. И я думала, он привез пиво ему. Потому что мы с балкона такой. Спускайся, типа сплакайте, сидите за... Я вам кое-что привез. А я думала, пиво. Я когда-то хожу, говорит, ты чего, ты чего, с нас зашел. Он говорит, да это, типа, не знаю, что завтра будет, поэтому надо запасаться. Поэтому, представляете, да. Как-то так. Теперь у нас мы можем долгое время дома сидеть. И так каждый день. Ой, жарко так. Телек у нас все, короче, ломается по ходу. Вот так вот включается. А потом остается только звук. Но он потом как-то остается, знаете, вот так вот. Включается, вот надо включать, выключать, 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 выключать. И вот через которое какое-то время он, да, вот останется. Ему сейчас взял по ошибке, выключил телевизор и все. И трындец. Или он сейчас включает, опять пропадает. В общем, надо новый телек присматривать, блин. Как это, знаете, в анекдоте. Только хочешь отложить деньги, то трусы порвутся, то сахар закончится. Я уже съела арбузика, поужинала. Я приняла душ, сделала чистку. Чистку? Пилинг. Нанесла масочку, теперь крема. В общем, все. Красивая буду. А то, знаете, после этого карантина. Карантина. Двумя неделями мы не отделаемся. Это 100%. Вот. Потому что у нас на данный момент, я сегодня в Инстаграме, кстати, выставляла stories, что у нас 20 тысяч зараженных людей. Вот опять вырубился, видите? И тысяча с лишним, которые умерли. 1500, это утром было, 1500, которые выздоровели. В общем, и тысяча с лишним находится, которые находятся в этом. В интенсивной терапии, как это называется? Не помню, как это называется. Ну, в интенсивной терапии, которые совсем плохие. Вот такие вот у нас дела с этим вирусом. А еще, знаете, была такая ситуация, мне сегодня нужно было в банк сходить. Я пошла в банк с Чарли, естественно. Ну, там деньги снять. И слышу, полиция кричит на весь этот, на всю улицу. Нужно сидеть дома. Гляжу, парочка какая-то идет. Ну, они, по-моему, латиноамериканцы или что-то такое. И вот полицейский им разъясняет. Вы понимаете, какая у нас ситуация в стране? Нужно сидеть дома. Они что-то тому объясняют. Он говорит, дома надо сидеть. А если нельзя парами ходить? Нужно соблюдать дистанцию между вами полтора метра. Нужно надевать маски и перчатки. Женщина такая, ну, а масок нет. Он говорит, перчатки надевать надо. И нельзя, говорит, дома делайте, что хотите. А на улице полтора метра дистанция между вами. Вы всех перезаражаете здесь. В общем, да, вот так. Он там кричал на всю улицу. Очень много полицейских машин. Просто жесть. Видите телек? Он даже не включается. Видите, звук есть. А другого нет. Триндец. У нас другой телек есть там. Но он тоже вырубается. Но не так часто. А тот вообще вырубается там. Может, через 2-3 часа. Я говорю, давай тот принесем. Так что вот так, друзья. Ситуация. Ситуэшн какая у нас. Не из простых. Но ничего. Завтра уже будет неделя. Как мы сидим на карантине. В субботу все началось. Воскресенье даже. Воскресенье был первый день. Вот. Поэтому посмотрим, будут есть какие-то улучшения или нет. Ну, китайцы вот опробуют уже эту, как ее называют, прививку на обезьянах. Уже опробуют. Вот. Поэтому есть шансы. Хотя я вчера слышала, что прививку сделают. Ну, по телеку тоже. Где-то через полтора года, через два только будет прививка. Ну, надеемся, что к лету все это пройдет. У нас дожди на улице обещают. Погода тоже не очень. Будем сидеть дома и смотреть на дождь. А с вами я буду прощаться. Спасибо вам за ваши комментарии. Пишите, какая у вас ситуация в стране. Есть ли там зараженные или еще что-то. Потому что, знаете, телевизор это одно. А вот от людей слышать совсем другое. У нас вот так. По крайней мере в нашем городе. Может быть там в других городах по-другому. Так что пишите, что у вас и как. Мне интересно. И знать правду. Вот. Всего самого наилучшего. Будьте здоровы. И всем пока-пока. До завтра. prou. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...